О необходимости более активно развивать экономические отношения сегодня шла речь на встречу президента Беларуси со спикером Нижней Палаты Парламента Индии. Такая серьезная задача стоит перед Минском и Нью-Дели. Вести диалог с страном легко. У Беларуси и Индии нет противоречий по международной повестке. Политические контакты должны стать основой для продвижения торговли. Кстати, развитие отношений лидеры государств обсуждали на площадке саммита Шанхайской Организации Сотрудничества. Продолжили эту тему и сегодня, но уже с руководством законодательной власти. Парламентарии Индии в нашей стране с визитом. Накануне прошли переговоры в национальном собрании. Сегодня делегация посетила парк высоких технологий. Подобные встречи возможно еще раз взглянуть на все сферы белорусско-индийского взаимодействия и обсудить портфель совместных проектов. Почему парламентская дипломатия на руку двум государствам, а также подробности переговоров у нашего политического обозревателя Натальи Бреус. Лидеры Беларуси и Индии виделись буквально на днях в китайском Циндао. Местом встречи стала площадка саммита Шанхайской Организации Сотрудничества. На полях форума есть возможность говорить не только о глобальных вопросах и региональной проблематике, но и о двусторонних отношениях. Развитие белорусско-индийских Александр Лукашенко обсуждал с премьером этой страны Нарендри Моди. Что еще может быть перспективным для стран? Такие контакты на ногах позволяют лишний раз проверить пульс двусторонних отношений. Подобные возможности Александр Лукашенко и Нарендри Моди не стесняясь пользуются последние несколько лет. Так что это не начало, а продолжение большого белорусско-индийского диалога. Его заметно подстегнуло и прошедший осенью визит нашего президента в Индию. Тогда с руководством этого крупного государства в Южной Азии договорились вывести отношения на уровень стратегического партнерства. Учитывая наше единство мнений по международной повестке дня, учитывая нашу обоюдовыгодную поддержку Индии и Беларуси, Беларуси и Индии, международных организациях, прежде всего ООН, нам следует двигаться более решительно и активно в развитии экономических отношений, в сфере инвестиций и так далее. У нас есть все возможности для того, чтобы перейти от простой обычной торговли, это тоже, конечно, надо, к совместному инвестированию, созданию совместных предприятий, как в Индии, так и на территории Беларуси. Именно тогда условились о локализации в этой стране белорусских промышленных гигантов. Гомсельмаша, МТЗ и МАЗа. Кстати, будут в Южноазиатском регионе и центры подготовки специалистов технического профиля. Вообще рассчитывают на взаимный трансфер технологий. Индия славится своими фармацевтами и рынком лекарств. Именно в этой стране Южной Азии, еще в Китае, белорусы закупают субстанции для лекарственного производства. Нынешний год в Беларуси станет годом фармацевтических открытий. Стартуют совместные производства препаратов для лечения онкологических заболеваний, гепатита и туберкулеза. Приток индийских технологий позволит сделать медикаменты максимально эффективными, но главное, доступными и дешевыми. Серьезная альтернатива дорогому импорту. В Беларуси в работе не менее трех таких предприятий с индийским капиталом. Завод в Скиделе, который возводят на действующей там площадке беломедпрепаратов, один из них. Полноценно работать производство начнет уже в конце этого года. Сейчас ждут поставку необходимого оборудования. Будут выпускать белорусские лекарства по индийским технологиям. Пока из азиатского сырья, но в перспективе освоят и его выпуск. Всего более полусотни наименований новых медикаментов. Это так называемые антиретровирусные препараты, помогающие улучшить качество жизни, тем самым продлив ее ВИЧ-инфицированным и больным туберкулезом. В планах также производить на белорусско-индийском предприятии лекарства для тех, у кого есть проблемы с сердцем. Директор предприятия рассказывает и о планах, и о том, почему именно Беларусь стала магнитом для инвестора. В первую очередь, конечно, реализация будет в Республике Беларусь. И также рассматривать варианты в российский рынок и других стран СНГ. И в дальнейшем еще и европейские страны. Мы рассматривали варианты, естественно, в Россию. И в дальнейшем, может, ВИЧ будем там начинать. Но в первую очередь, как нам показалось, что Беларусь лучше. Во-первых, комфортно здесь на всем планах. И по плану финансового, плану отношений, плану помощи государству. Если в целом, то динамика торговых отношений Беларуси и Индии радует. Государства ежегодно прибавляют. В прошлом году товарооборот стран приблизился к полумиллиарду долларов. Белорусский экспорт в Индию делают калийные удобрения. Это львиная доля общей торговли. Но можно больше. Почти полуторамиллиардная страна переводит экономику на инновационные рельсы. Беларусь готова участвовать в госпрограммах Индии, которые нацелены на поддержку национального производства. Речь, например, о развитии инфраструктуры и горнодобывающей промышленности. Ведь это может быть на пользу сразу двум государствам. О взаимной выгоде говорила сегодня и спикер Индийского парламента. Кстати, для встречи с президентом Беларуси политик выбрала яркая сари. Желтый символизирует знания и силу разума. Спасибо за приглашение. Я очень рада побывать в Беларуси. Я у вас в первый раз. Отношения наших стран основаны на дружбе, сложившейся исторически. И та поддержка, которую мы оказываем друг другу на международной арене, это символ нашей дружбы. Я также понимаю, что одной дружбой сыт не будешь. Надо развивать торговые отношения, чтобы это было взаимовыгодно. Визит парламентской делегации Индии, которая провела переговоры с коллегами в национальном собрании, а также посетила парк высоких технологий. Беларусские промышленные гиганты говорит, что политический диалог между странами только крепнет. Того же ждут и от экономики. По образцу сотрудничества с Китайской Народной Республикой, когда-то я предложил Индии создать соответствующий индустриальный парк. Белорусско-индийский парк. Если хотите, индийский парк. В Беларуси для производства высокотехнологичной индийской продукции, ну, к примеру, лекарственных препаратов и так далее. А также использует транспортно-логистические возможности Беларуси для торговли индийскими товарами в Восточной Европе и в целом в регионе Еврозес. Предложения остаются в силе. Я знаю, что и ваша сторона положительно воспринимает подобные предложения. И хотелось бы, чтобы мы более оперативно переходили на рельс строительства этого парка в Беларуси. Индийский брат Великого Камня может появиться под Оршей. Удобное место для логистического центра и промышленного кластера. Там проходят серьезные транспортные коридоры. Рукой подать до России и прибалтийских портов. Надо сказать, что возможностями площадки в Балбасово уже заинтересовались индийские бизнесмены. Приезжали, смотрели на проекты. В будущем парке готовы задействовать средства специальной индийской кредитной линии. Тем более, что Беларусь готова предоставить для резидентов льготный налоговый режим. Готовится проект указа о предоставлении таких преференций. Вот такой дальновидный и гостеприимный жест. Кстати, в традициях белорусского гостеприимства индийских парламентариев точно подчевали блюдами национальной кухни. Возможность распробовать Индию на вкус есть и у белорусов. Это для вас. Спасибо. Прямо в центре столицы Нахар Бикаш готовит настоящий индийский плов и национальные лепешки. В Беларусь приехал за образованием, здесь и остался, нашел спутницу жизни. Сегодня Нахар владеет белорусским дипломом инженера, а еще собственным индийским рестораном. Продает продукты и косметику из Индии, даже преподает йогу. Говорит, вроде и менталитет у нас разный, но найти общий язык легко. Было бы желание. Очень нравится, что легко можно контактировать с белорусским народом и найти общий язык. Народ очень спокойный. Оба страны умеют в любую ситуацию, как есть, так принимать. На экономической кухне универсальных рецептов нет, но без таких ингредиентов, как доверие, порядочность, поддержка точно не обойтись. Это понимают и в Индии, и в Беларуси, выстраивая сотрудничество, которое будет по вкусу и на пользу двум странам. Наталья Бреус, Диана Ревякова, Виталий Селявка и Андрей Христин. Агентство теленовостей.